Всем привет, с вами канал MarosLive. Сегодня очень важное видео, ответы на вопросы по поводу виз, которые сейчас выдают в Чехии, визы толерантности, штитки, печати. Сегодня нам в этом вопросе поможет разобраться Александр Литвиненко, страховой брокер в Чехии, который на своем опыте и примере расскажет об этих визах. Поэтому поддерживаем это видео своими лайками и начинаем. Привет, Саш! Привет! Саш, главный вопрос на сегодня – типы виз в Чехии. Какие реально есть, какие существуют, потому что большая неразбериха создалась и самой Чехии, и самим правительством. Сначала были одни визы, потом были печати, потом виза толерантности или временная защита, как ее называют. Помоги, пожалуйста, с этим вопросом разобраться, что, где и как. Потому что я видел, что у вас в Инстаграме вышел пост, где ты более подробно рассказывал. Поэтому просьба рассказать нашим зрителям, подписчикам, просто прохожим, кто здесь есть у нас на нашем канале, разжевать эту информацию. Да, мы как раз написали об этом, потому что ко мне тоже родственники приехали. И я ходил с ними в этот конгрессовый центр в Праге, проходил всю эту процедуру. И как раз это было уже после принятия законов, которые поменяли вид выдаваемой визы. У тех, кто покидает Украину, было несколько вариантов. Эти же варианты остались на сегодняшний день, только немножко видоизменились. Первый вариант – подать на беженство. Самое настоящее беженство по политическим или гуманитарным причинам – это так называемый азил. Даю гарантию, что никто не подавал на беженство, потому что получить беженство нереально. Есть свои плюсы и минусы. Минусов больше, нельзя работать и так далее в ближайшие полгода. Поэтому беженство мы рассматривать не будем. Если интересно, напишите, снимем отдельное видео, почему азил в классическом понимании этого термина украинцам не интересен. И никто не подавался. Большинство людей, которые приехали из Украины в Чехию после начала событий всем известных – это люди, которые подались на визу Стерпани. Достаточно быстро после 24 числа МВД Чехии определилось, что это будут визы Стерпани. Можете их называть визы ожидания, визы терпения, визы терпимости, визы толерантности. Но это виза Стерпани по закону о пребывании на страну, параграф 33, абзац 1.а. Что это такое? Виза Стерпани на территории Чехии – это виза, которая выдается человеку, имеющему препятствие на возвращение в страну своего пребывания, постоянного, то есть на родину, в данном случае в Украину. Препятствие понятно какое – военное положение в Украине. Первая партия людей, которая приехала и получила визы Стерпани, получили право на бесплатную государственную общественную страховку от компании ВЗП по 3 единицы. Визы Стерпани выдавали на год, страховки тоже выдавали на год в виде бумаги А4. Был один минус у этих виз. Для того, чтобы работать на территории Чехии, нужно было обратиться в биржу труда, подать заявление и через 30 дней получить разрешение на выполнение работы на территории Чехии. Поскольку Чехия увидела, сколько действительно людей приехало, то они решили этот пункт пересмотреть и сделать какие-то изменения, потому что пришло понимание того, что не справится биржа труда с выдачей такого огромного количества разрешений на работу всем желающим. Поток людей начал увеличиваться. На сегодняшний день из Украины в Чехию приехало около 300 тысяч человек. Большинство людей, конечно же, остались в Польше. Некоторые поехали в другие страны. И что решили в Министерстве внутренних дел Чехии? Поскольку вклеивать саму наклейку визу Стерпани это время, это какая-то административная процедура, решили ее упростить. И следующие партии людей начали уже не вклеивать визы Стерпани, а давать штампик. Это красный штампик в паспорт. На нем, покажем, да, сейчас. На нем написано Стерпень на Уземи на год. То есть он там выдавался, например, с 9 марта 22 года по 8 марта 23 года. Ровно на год. Все, это красный штампик, больше ничего. Для того, чтобы его получить, достаточно было сообщить адрес проживания без всяких договоров аренды, без ничего. Просто какой-то адрес сообщить, контактный, который потом можно поменять и в течение 30 дней сообщить в этом Министерстве внутренних дел. Также этот штампик давал право на получение страховки, потому что приравнивался к предыдущей визе Стерпень. И, наконец, 21 марта было правительством Чехии принято, утвердено парламентом и подписано президентом, пакет законов под названием ЛЭКС Украина. Было принято три закона. Первый закон регулировал, какая же будет дальше эта виза. То есть это останется виза Стерпень или это штампик, или что это будет. И этим законом было принято решение не выдавать визы Стерпень, не ставить штампики, а поставить именно визу Д со статусом международной охраны. Поэтому там в визе прямо написано Д слэш ДО, до частной охраны. Эта виза уже мульт, также дает право на получение страховки и уже дает право работать без необходимости запрашивать специальное разрешение на бирже труда. Саш, у меня сразу возникает вопрос. Получается, люди, которые приехали в разные периоды времени, от самого начала войны в Украине и на нынешнее время, сейчас уже на конец марта, имеют разные визы. В чем реально разница получается у них? И люди дальше приезжают. И вот те, которые приезжают сейчас, они уже получают последний вид визы, вот это от международной охраны, после принятия закона 21 марта. Разница, значит, первая виза в Стерпани, это визовая наклейка, выдается на голову, и у нее количество въезда-выездов по данной визе 2 нуля. То есть въезды-выезды отсутствуют, потому что въезд проверялся по штампику в паспорте, и он должен был быть какой-то, то есть пересечение польской границы, или словацкой, или румынской, или венгерской. То есть 4 границы окружают Украину, поэтому 4 страны. Количество выездов по этой визе 0-0, что в общем-то логично, если ты хочешь находиться на территории Чехии и по невозможности вернуться в свою страну из-за военного конфликта, то куда тебе выезжать? Следующий штампик, он вообще не имел никаких там нулей выездов, потому что это просто штампик. Насколько я понимаю, там они обслуживали около 10 тысяч человек в день, может быть и больше. В центре помощи приезжим. Поэтому они просто не успевали что-то печатать, что-то задавать, там красиво это клеить, штампики ставить. И они решили упростить, они просто начали всем ставить печать, эту красную. И следующая виза это после принятия законов международная охрана, которая уже вместо нулей имеет слово мульт. И это виза D, то есть это полноценная виза D. И вот если твои подписчики ехали на работу по рабочей визе, это виза D. Если раньше не было без виза и люди приезжали как туристы по шенгенской визе, чешской, польской, испанской, это тоже виза D. И там может быть разное количество въездов, 0, 1, 2 или мульт. Вот мульт это самый лучший вариант, который позволяет неограниченное количество езд выезжать, заезжать, но в пределах 90 дней, полугодия. Виза, вот частная охрана, дает право в итоге выезжать неограниченное количество раз, заезжать снова, в том числе и в Украину. То есть Министерство внутренних дел Чехии принятием пакета закона Blacks Ukraine дало возможность украинцам, получившим эту визу, международную охрану, выехать. Например, кто-то забыл дома кота или собаку, или дети не успели выехать, можно съездить за ними и вернуться. И 100% на границе пустят. Те люди, которые приехали в начале, в середине последних полтора месяца, то они, получается, из-за того, что у них на визе Стерпене стоит 2 нуля, они не могут выехать в Украину и вернуться. Они могут выехать в один конец туда и больше не заехать, потому что один раз им уже дали шанс заехать туда и дали эту визу. Если они выехали назад в Украину, то как бы кататься нельзя. Дальше со штампиком кататься нельзя. Но Министерство МИТРО всех запутало. Министерство внутренних дел сказало, что визы Стерпене, которые выдавались первой партией приезжих, штампики, приравниваются по силе и по статусу к последнему виду виз, выдаваемых по сегодняшний день, 21 числа, это визы международной охраны. Они-то приравниваются, но возникает гуляш с тем, кто как будет выезжать, если там четко понятно мульт, а в предыдущих этого нет. Теперь дальше. Очень многие обратились за разъяснениями. Многие адвокаты, чешские какие-то юристы, адвокаты, начали давать разъяснения, что для того, чтобы по первым двум визам, то есть это виза Стерпене и штампик, выезжать по шенгену, проблем нет. Потому что по статусу они приравнены к международной охране, можно ездить. Но для того, чтобы выехать в Украину, нужна уважительная причина и нужно идти в миграционный отдел Министерства внутренних дел Чехии по месту проживания и просить, значит, вклеить дополнительно визовую наклейку с надписью 0. То есть, по сути, те люди, которые приехали первые, им это принесло кое-какие неудобства сейчас, если им нужно выезжать, в том числе в Украину. Те люди, которые приехали после 21 марта, они оказались в более выгодном положении, потому что у них уже полноценная виза Д на год с мульти-въездом-выездом. Дальше. Мы спросили у наших подписчиков, то есть кто реально уже столкнулся с тем, что пошел в МВД и сказал, мне нужно выехать. Я забыл ребенка, я забыл кота, у меня родственники в другой стране, у меня свадьба, похороны, день рождения, вообще какие-то есть уважительные причины, в том числе и просто туризм. То есть туризм никто не запрещал. Подписчики нам ответили в нашем аккаунте Instagram, под нашим постом с этими визами, что у них родственники в Хорватии. Хорватия входит в Евросоюз уже давно, но не входит в зону Шенгена. Поэтому, когда вы выезжаете из другой страны, например, из Австрии, граничащей с Хорватией, выезжаете, въезжаете в Хорватию, то вы покидаете Шенген и вам ставят штанты к выезду из Шенгена. И в Хорватию ставят штанты к въезду в Хорватию. То есть я так же назад. Так вот, в МВД мне сказали, вы извините, несмотря на то, что у вас родственники в Хорвати и есть какая-то там причина для их посещения, мы вам сейчас даем выездную визу или депортацию. И вы обязаны будете покинуть территорию Чехии по этой выездной визе. Как правило, эта визовая наклейка синего цвета, выездный психос называется, ну, покажем образец, дается на 30 или 60 дней с возможностью человеку покинуть территорию Чехии в этот срок. И, ну, как бы на словах сказали, у нас нет там, да, какого-то письменного подтверждения, но вот ребята рассказывают, что на словах сказали, что мы вам дали возможность находиться здесь, спасаться от войны, а не кататься туда-сюда. То есть получается немного несправедливо, что те люди, которые получили международную охрану после 21 марта, им не нужно ходить в МВД и объяснять, почему они едут к родственникам в Хорватию, например, или почему они едут в Украину, потому что там бабушка, ребенок остались и некому их примести сюда. А те люди, которые приехали раньше, из-за того, что попыха министерство выдавало визы Стерпени и штампики Стерпени на УЗМе красного цвета, они оказались в более невыгодном положении. И вот как, если верить нашим подписчикам, то они еще и попали на вот эту депортацию, то есть им еще и наказали их за их желание посетить Хорватию. Что касается выезда по Шенгену, можно по всем трем видам, по всем трем видам кататься по Шенгену. То есть нам люди задают вопрос, да, мы приехали, но мы не собираемся как бы сидеть в Чехии, Лето, Майске, Дрезден за углом, по Дрездену на час езды и в Праге, почему бы нам не съездить туда за покупками? Да, можете съездить, потому что на границах с Германией, с Австрией, с Польшей никого нету. Насколько я знаю, сейчас сделали дополнительную проверку на границе между Румынией и Венгрией, и там 10-часовые очереди. Вот там проверка есть. На границах Чехии с соседними странами никаких проверок нет. В аэропорту никаких проверок нет. То есть если прийти в аэропорт в Праге или в Пордубице и полететь в Италию, в Испанию, в Германию, еще куда-то, никаких проверок нет, потому что все это Шенген, и там сканируется только паспорт и ход авиабилета посадочного талона. То есть там никто не будет проверять. Так, из Праги ты влетаешь в Барселону, почему, зачем штампики ставить? Нет, это все Шенген и зона без пограничного контроля. Контроль делали только на время ковида, на время каких-то там ограничений, запрета передвижения между странами и областями. Все. То есть по Шенгену кататься можно. Я не думаю, что в Дрездене или в Барселоне или еще где-то к вам подойдет полицейский, скажет, слушай, вижу по лицу, ты из Украины приехал, покажи, пожалуйста, визу, штампик там, что ты здесь делаешь и так далее. Нет. Для чего тогда создавался Шенген? Границы внутри Шенгена вводятся только в определенных случаях для контроля пересечения каких-то определенных категорий, либо из-за каких-то проблем там. Здесь еще, наверное, Саш, нужно добавить то, что виза визами, но существует еще и без виз. Забыл сказать, да. Вот приехало в Чехию 300 тысяч человек. Не все получили визы, не все получили какой-то из этих трех видов визы или штампик, потому что к нам многие обращаются с вопросом, а можно ли здесь, вот мы приехали на автобусе, на машине, там, пешком пересекли границу, на поезде даже некоторые приехали, можно ли здесь просто находиться по без визу, как мы это делали раньше? Да, можно, потому что многие люди решили, что они пока не знают, когда закончатся военные события в Украине, соответственно, они не знают, сколько они здесь будут находиться, сколько они вынуждены будут здесь находиться, и в целом хотят вернуться домой. И честно, вот я общался, читал, очень много знакомых клиентов в Фейсбуке, в Инстаграме, я думаю, что процентов 70 приезжих из Украины захотят и уже хотят вернуться домой. Они просто ждут, когда поменяется ситуация, когда будет куда возвращаться. Так вот, эти люди могут находиться 90 дней по без визу, потому что без виз, несмотря на военное положение в Украине, никто не отменял. Они приезжают сюда, регистрируются в течение, если не ошибаюсь, трех рабочих дней, то есть если они приехали в пятницу, то рабочий день был пятница, суббота-воскресенье не считается, следующие рабочие дни понедельник-вторник. Максимально во вторник они должны зарегистрироваться. Так было всегда, когда наши родители, друзья приезжали по без визу. Вот приехали ребята с Харькова просто погулять на недельку в Праге. Если они приезжают ко мне в гости, я иду в полицию по делам иностранцев, не в МВД, а именно в Цезанецкую полицию. И в течение трех рабочих дней, заполняя такой формуляр, мы вставим картинку и регистрируем их, там просто указывается, где они будут жить. При этом обязательно полиция смотрит страховку. Так вот, эти люди обращаются к нам и покупают страховки. Кто-то берет на месяц, потому что понимает, что он сейчас хочет пробыть здесь, как турист, но без визу, месяц. Дальше он не понимает, что будет происходить, и он говорит, если я здесь буду продлевать свое нахождение, то я приду, куплю страховку еще на месяц и посмотрю. Всего он так может находиться три месяца. Некоторые люди сразу покупают страховку на 90 дней, потому что им разрешено находиться 90 дней в период 180 дней, то есть в период полугодия, то без визы. Когда будут заканчиваться? Они берут страховку на 90 дней, страховку на случай первой неотвозной помощи у чешской компании. Она вас спасет от скорой, от аппендицита, перелом ВИПС, госпитализация, травма и так далее. Окончанию этих 90 дней ребята из Украины уже начинают думать, так, что надо делать дальше? Война закончилась, не закончилась. Если не закончилась, нам, по сути, возвращаться некуда. То есть нам либо возвращаться на Западную Украину, где поспокойнее, либо оставаться здесь. А вот если оставаться здесь, то после 90 дней оставаться здесь нелегально нельзя. Мы никому это не советуем. То есть нужно будет прийти и, как основная масса приезжих, попросить визу по международной охране, которая даст возможность находиться здесь целый год. Ну и выехать в любой момент. И опять же заехать. Поэтому, если вы решили остаться по безвизу, если вы решили погулять по Шенгену, никто вам не запрещает, никто вас не может заставить срочно просить международную охрану. Международную охрану выгодно просить только тем, кто решил, что он здесь будет больше, чем 90 дней. Первое. Второе. Что он хочет здесь работать. Потому что пакет закона дал возможность работать. Упростил процедуру трудоустройства. И не нужно уже просить разрешения на бирже труда. Третье. Тем, кто хочет здесь бесплатно обслуживаться по государственной медицинской строповке в больницах, поликлиниках. Тем, кто приехал с детьми и хочет, чтобы дети здесь пошли в садик, в школу. И, кстати, Чехия говорит, что если вы приехали с детьми, и дети у вас школьного возраста, и вы планируете здесь быть больше, чем 90 дней, вы обязаны им создать условия для продолжения обучения в чешских школах. То есть вы не можете ребенка оставить дома целый год и прихватить ему обучение. Не имеете права. Вы обязаны это сделать. Найти ему школу. А в Чехии каким-то образом там помогают школы, садики, гимназии, вузы и так далее. Ребята, важно, если вы решили остаться по безвизу, и вы живете в апартаментах через Airbnb, в отеле, через Booking, в каком-то хостеле или еще где-то, то есть не у друзей и знакомых, у родственников, то ваш так называемый убитого отеля, то есть ваш хостел, отель, апартаменты обязаны эту регистрацию сделать за вас. Таким образом, вам не нужно идти в полицию по делам иностранцев и самим проходить процесс регистрации. Но если вы живете в отеле только несколько дней, а остальные 85 дней будете жить в какой-то частной квартире, то вы уже обязаны пойти сами и зарегистрироваться. Окей, Саш, спасибо большое за развернутый ответ, потому что это очень важно. Поэтому всем ребятам, кто хочет находиться по безвизу, рекомендую обращаться к Александру. Расскажет, покажет, на своих примерах, распишет, как это все работает, посоветует лучший выбор пребывания на данный момент по выбору страховок также и всего прочего. Слушай, ну я рад, что люди понимают это, потому что люди понимают, что вызов скорой в Праге стоит 200 евро. То есть человек потерял сознание, соседи вызвали скорую, приехала скорая, сказала, окей. А, он очнулся, сказал, я уже с вами не еду. Либо 200 евро за то, что он поедет со скорой, либо около 150 евро за то, что он скажет, нет, это ложный вызов, я с вами никуда не еду, я уже очутался. Поэтому люди, я рад, что наши ребята это понимают и сами, без напоминания, обращаются за страховками, которые их покроют на 60 тысяч евро. Потому что, ну... На данный момент это очень нужно и важно, потому что так можно приехать, не зная в чужую страну, попасть еще на деньги. Попасть на деньги, да, разные бывают ситуации. Саш, продолжаем дальше по поводу этих виз. Самый главный вопрос, многие люди вот задают вопрос по поводу того, что получив, допустим, визу толерантности или там временную защиту в Чехии, могут ли они ехать в другую страну работать? Потому как в Чехии нет работы. Допустим, не удалось найти работу, нет жилья, потому что это сейчас катастрофически проблемно. И люди хотят ехать в другую страну с этой визой, которую они получили в Чехии. И там работать. Смотрите, ребята, работать в других странах по одному из трех типов виз, виза толерантности, стерпень, стерпень на УЗМИ и международная охрана нельзя. Пока МВД не может договориться с остальными странами о том, что они выдали визу, а другая страна возвращила работать. Нет. Каждая страна имеет свой свод законов. Германия выдает какую-то свою международную охрану, Англия выдает свою. Поэтому, если вы хотите работать в другой стране, то как раз для вас будет идеальным решением присмотреться. То есть вы приехали в Чехию, сняли жилье, сняли апартаменты, пожили в отеле, погуляли, посмотрели, посмотрели цены в супермаркетах на продукты, посмотрели, сколько здесь стоит мобильная связь, бензин и так далее. Подумали, хотите вы остаться здесь или нет. Если у вас есть понимание, что здесь дорого квартиру снять или невозможно, или у вас есть родственники в Германии, Голландии, других странах, то не спешите, я вас прошу, получать эту визу в терпении или международную охрану в Чехии. Потому что общая система по всему Евросоюзу, и когда вы приедете к родственникам в Германии, они вам найдут жилье, найдут работу. вы поймете, что вам удобно находиться сейчас, иметь поближе к родственникам в той стране, вы не сможете у Германии попросить пособие в размере 500 евро, вы не сможете попросить визу, вы не сможете поменять чешские документы на немецкие или другой страны, потому что вы уже определились, поэтому не спешите. Работать по чешской визе в другой стране будет нельзя. Кстати, помнишь наша любимая тема по открытию Живностенского, предпринимателя в Чехии? Ну. Следующий вопрос, после того, как люди спрашивают, можно ли мне работать в других странах, вопрос, хорошо, я решил оставаться в Чехии, я сделал свой выбор, получил одну из этих трех виз. Могу ли я открыть частное предпринимательство? Да, можете. Это мы подробно рассказывали об этом в двух видео. Почему частное предпринимательство? Да потому что вы не хотите работать на кого-то. Вы не хотите зависеть от того, что вам завтра не заплатят или уволят, или что вы не найдете другую работу, или о том, что вы перед тем, как уйти, за два месяца должны будете предупредить своего работодателя о том, что вы знаете, ну, я ухожу, или я уезжаю в Украину, война закончилась, все что угодно. Поэтому многие хотят работать на себя. Самое главное, вам нужна будет правка о несудимости. Но поскольку в Украине идет военный конфликт, то вам достаточно будет показать соглашение о том, что вы честно уведомляете о том, что у вас нет судимости. Сделать честное проглашение. Правка о несудимости. Сделать честное проглашение. Честное проглашение, но я пытаюсь перевести это на русский язык, но как не могу. Сейчас жирностенские уряды решили, что они это будут принимать. Если где-то в каком-то месте не принимают, значит, обратитесь к нам и подскажем, в каком месте сделать регистрацию там, где принимают это. Саша, и тут сразу возникает вопрос, прозвучала такая фраза по поводу возвращения в Украину. И многих, многих людей волнует этот вопрос, потому что понятно, что все мы желаем и хотим, чтобы война эта быстро закончилась. И возникнет вопрос у тех людей, которые сюда приехали, когда нужно выезжать из Чехии. Конкретно говорим сейчас за Чехию, мы находимся в Чехии с тобой, поэтому те люди, которые получили визы эти, есть информация, что в течение трех дней, есть информация, что в течение недели, есть другие информации. Слушай, но на сегодняшний день при таком количестве приезжих непонятно. То есть Чехия, она как бы не успевает так далеко заглянуть в будущее, чтобы понять, как технически они будут проверять. Они говорят три дня. Вот вспоминали 2014 год, Донбасс и Луганская область. И тогда тоже выдавали эти же визы, эти стерпени. Но они не превратились в международную охрану. Они не стали мульти. Они позволили выезжать в Украину только тогда, когда конфликт не закончился, в 15-м году, через год. И когда визы стерпени, толерантности называйте, превратились в вид на жительство с целью стерпени. Так вот вид на жительство дал возможность полноценно выезжать, как сейчас дает эта международная охрана, как появился мультик. Вот тогда тоже говорили, что когда ситуация на Донбассе улучшится и перестанет там быть угроза жизни, то нужно будет в течение трех дней выехать. Но я скажу честно, как есть. Поскольку там ситуация не улучшилась, то получается, что никто не понял, как работает механизм. не настала ситуация, когда люди из Донбасса или Крыма, кстати, тоже туда же, должны были выполнить требования закона и выехать в течение трех дней. Потому что они до сих пор здесь, многие уже через пять лет получили ПНЖ, остались здесь. Кто-то уехал, но не через три дня, а просто по своему личному решению и сам выбрал дату выезда, сроки выезда и так далее, и так далее. То есть этот механизм не отработан. Поэтому мы не знаем. Если здесь четкое будет понимание окончания военного конфликта, давайте говорить прямо о войне, то посмотрим, какое они выдадут распоряжение, как они будут проверять эти три дня. Я думаю, что никак. Потому что человек должен предупредить работодателя за два месяца, человек должен собрать вещи. Человек, снимающий квартиру, я сам ходил на просмотр квартиры, и там срок уведомления перед окончанием договора аренды был три месяца. То есть смотри, завтра заканчивается война. Дай бог, чтобы нас услышали. Три дня, 3 апреля нужно выехать. А как, если я снял квартиру, мне нужно предупредить за три месяца, на работе я должен уйти, предупредить, я связан по рукам, эти три дня невозможно выполнить. Ни технически, ни никак. И санкций за это не будет. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день беспокоиться о том, точно ли надо будет хватать чемоданы через три дня выезжать, нет, не нужно, серьезно. поверьте, все еще туманно, непонятно, как что будет. Окей, Саш, спасибо большое за мнение, потому что это очень важно. Ну и давай, наверное, ответим на вопрос, где все-таки смотреть эту информацию всю, где брать ее, проверенные источники об условиях пребывания в Чехии, об изменениях в законах, об всех этих новшествах, правилах и так далее. То есть, где это все брать? А обязательно только, смотрите, когда мы делаем какой-то пост, какое-то видео, какую-то статью на сайте или в нашем телеграм-канале, или тебя просим что-то опубликовать, других наших друзей, партнеров, мы ссылаемся обязательно на официальные источники. Это сайт МВД, да, попрошу тебя, Игорь, поставить эту ссылку на сайт МВД, мвд.цз. Дальше сайт уряда праций, то есть сайт биржи труда, мвд.цз. Сайт общественной страховой компании. Многие спрашивают, почему общественная, но потому что уважаемые здравоохранения по истине ВЗП, это общественная, никак не государственная. Ну и остальные сайты органов государственной власти. Также, кстати, у самой власти Чехии, есть сайт Влада.цз. То есть вся информация будет появляться по мере поступления вопросов и принятия решений на этих сайтах. А мы это просто будем дублировать, потому что мы это можем продублировать на русском, на украинском языке, на английском. Ну и, кстати, на сайтах государственной власти тоже это очень-очень часто продублировано на украинском языке. Саш, спасибо большое за развернутые ответы. Это очень много стоит. Я думаю, многим нашим зрителям, подписчикам более понятно стало уже на понятном языке, как это все работает. Спасибо за время. Я думаю, вопросы все равно будут. Не, конечно, вопросы будут. И я думаю, у кого возникнут вопросы, кто сталкивался уже здесь в Чехии с подобными визами, с МВД, с ОАМПами, с Тезенецкой полицией, то я думаю, они поделятся в комментариях. Я думаю, у них есть что сказать, подтвердят наши слова, сказанные тобой и мной, или не подтвердят, или будет какое-то опровержение. Знаешь, Игорь, я думаю, что вопросы будут, это будет тема для отдельного видео, и мы соберем список вопросов, которые будут сегодняшним эфиром, и сделаем отдельное видео с ответами на эти вопросы. Потому что вспоминаю, что к нам звонили люди буквально последние пару недель с вопросами на тему, например, у меня было здесь био, но она была просрочена, могу ли я здесь остаться, получить визу в церкви международной охраны. Второй вариант, у меня польская виза, зачем же я буду находиться здесь по польской визе и работать нелегально, если я могу получить вот эту визу, и у меня открывается возможность работать легально, без разрешения биржи труда. Третий, я беременна, у меня ожидается появление ребенка, а какую визу ребенок даст, я же не поеду в Украину. И тогда у меня словацкий опыт, очень у многих словацкие карточки, как переделать, и так далее, и так далее. Ребята, задавайте все эти вопросы, мы на каждый вопрос подготовим ответ, как всегда мы это делали на любую тему. Окей, Саш, спасибо, обязательно это сделаем. Будут вопросы, будут и ответы. Ну что, Саш, спасибо тебе большое за время, за такое открытое интервью. Спасибо еще раз всем нашим зрителям, всем нашим подписчикам, кто посмотрел, кто поддержал данное видео, лайком, кто задавал вопросы, кто делился своими историями. Это очень важно, это очень нужно для всех нас, кто здесь живет. очень много ситуаций разных, о которых мы даже не знаем, и у каждого своя. Пишите, рассказывайте, что вам сказали. Слава Украине! Второе, слава! Все, давай, пока!